Договоренности Ну, всегда доклады, там они про боль, про какие-то проблемы. У кого вот из сидящих есть проблемы, связанные с договоренностями, ну, по работе. Начнем с этого. Давайте вот руки вверх. Слава Богу, что не весь зал, иначе мне пришлось бы сейчас пол доклада просто промотать. Все хорошо. Резко не двигаемся. Мы сейчас исправим ситуацию. Я дам микрофон, а ты пока… Чем я так махнул? Стас, я уже здесь. Так. Прости, пожалуйста. Все. Вот и все. Да. Собственно говоря, о договоренности. В чем боль, если вот вы ее чувствуете и знаете, кто-нибудь там, давайте прямо с места. В чем проблема с договоренностями? Ожидание договоренности, договоренности, ну окей. Не выполняется, да. В первую очередь не выполняется. И… Да, это знают все. Даже мой друг Капитан Очевидность, с которым мы делали этот доклад. Я хотел с Тони Робинсом договориться, но это слишком дорого, поэтому пока Капитан. Смотрите, а оказалось бы, в чем проблема? Ну, не выполняется. Вообще много вещей идет не так, как хотелось бы. Ну, например, не всегда бывают солнечные дни. Например, в Питере. Ну ничего, город стоит. Люди живут, приезжают, любят его. А не всегда то, что идет не так, как хотелось бы, является, ну, по-настоящему серьезной проблемой. А в данном случае я утверждаю, что проблема более чем серьезная. Поэтому у меня вопрос. Ну и что, что не выполняется? Что из этого? Давайте разбираться. А чего от нас, как от тимлюдов, от наших команд ждет бизнес и, ну, наше руководство? Результат. Ну, если глобально, да? Выполнение задачи срок, кстати, может не привести к результату. Но это отдельная история. Работа и результат – это разные вещи, но, при этом, как-нибудь в другой раз. Результат. Результат является средством работы. Работа, понятно, это вот мы что-то делаем. Ну, а работа – это действие. Какие-то задачи, какие-то проекты, подпроекты. Там, понятно, делить можно по-разному, но работа состоит из некоторых действий. А каждое действие, на самом деле, является следствием договоренности. Ну и, казалось бы, ну вот и все. Потому что, когда мы не выполняем действия, мы валим договоренности. То, что любое действие является следствием договоренности, согласны? Ну так, если подумать. Нет? Давайте примеры. Примеры договоренностей каких-нибудь у вас на работе сейчас. Код стайл. Код стайл. Код стайл, хорошо. А соблюдать… Но код стайл – это стандарт. А вот соблюдать код стайл – это договоренность с конкретным разработчиком. Правильно? Ну, вся команда – это по головам же. То есть вся команда одним голосом не отвечает же. Да, мудрый Ка, мы будем соблюдать. Каждый конкретно сказал – да, я готов. На самом деле, сделать релиз, запустить релиз в пятницу или в понедельник наоборот – это тоже договоренность. Ну, потому что, что бы мы ни делали, нас кто-то об этом попросил или как-то сказал еще, или мы сами решили, что это надо для чего-то. Но, в общем, в целом, если от нас этого ждут, то это выполнение действий в рамках договоренности. А если мы сами решили, что от нас этого ждут, то это договоренность? Ну, с самим собой, но это частный случай. Смотрите, а теперь вот самое интересное. Я считаю, что… Что-то не то с презентацией, ну ладно. На самом деле, все наоборот. Это не договоренность сорвана, если действие не выполнено. А невыполненное действие является следствием проваленной договоренности. Понимаете? Все наоборот. То есть, мы не сделали, потому что, на самом деле, договорились мы не так. Ну, либо не очень хотели, либо еще что-то, либо человек не понимал, что ему нужно сделать. Ну, а по факту, по факту, в центре находится проблема именно с договоренностью. И таким образом мы получаем картинку, в которой проваленная договоренность приводит к невыполненному действию, которое, естественно, влияет на качество работы, и в итоге мы получаем отсутствие результата. Вот самая главная мысль, которую я хочу донести, разработчики, бэкендеры, фронтендеры, тестировщики, тимлиды, руководители разработки – это все некоторые наши функции. Мы в рамках этих функций, ролей, что-то делаем. Но, если посмотреть на все так вот чуть повыше, то вся наша работа – это заключение договоренности и их выполнение. То есть, это как UDP. Понимаете? Вот в договоренность завернуто все остальное. И, соответственно, если мы не умеем заключать правильные договоренности, то мы можем быть отличными фронтендерами, бэкендерами, кем угодно, писать отличный код, а результата не будет. И, наоборот, если мы научимся создавать правильные договоренности, то мы сэкономим себе кучу времени, значительно снизим оверхед на все вот эти вот контроли, разборки и так далее. И сможем заниматься по-настоящему нашей работой. Собственно говоря, это понятно всем, даже капитану очевидности. Нам нужно всего-навсего сделать так, чтобы договоренности выполнялись. И не нужно делать так, чтобы они не выполнялись. Как? Тут классическая модель. Нужно понять причины и определить действия по устранению причин, по изменению результата. Поэтому я хотел бы сейчас поговорить чуть более детально про сам вопрос. Ну, фреймворк, наверное, громко будет сказано. Но выглядит это примерно так. У нас есть три действующих лица. У нас есть договоренность, сама по себе, с которой надо разобраться. Есть срыв, который случается с договоренностью. Есть причины, по которым происходит срыв. Собственно говоря, если мы на все это посмотрим со всех сторон, то, наверное, мы можем понять, в чем проблема и как ситуацию улучшить. То, что ситуация требует вмешательства, все согласны? Давайте руки вверх. Пол с зала. Вы там в мобильнике, что ли? Почему руки не поднимаете? Так вот. Смотрите, что такое договоренность? Она, на самом деле, состоит из двух частей. Есть обязательства, есть обещания. Разницу чувствуете между обязательством и обещанием? Нет? Она есть. На самом деле, обещание – это субпродукт. Обязательство берется, обещание дается. Обещание – это сообщение кому-то о том, что я взял на себя обязательство. В принципе, могу даже не давать. То есть, это уведомительное сообщение. А вот обязательство, оно на мне, я его беру на себя. Поэтому обязательство без обещания, как вы понимаете, намного лучше, чем обещание без обязательства. Что, в принципе, с нами и происходит довольно часто. Если честно, то мне кажется, что вся проблема в том, что далеко не все, и мы тоже, и не всегда, когда заключаем какие-то договоренности, а думаем про обязательства. Принимаем решение осознанно и реально понимаем, чем нам грозит вот это вот данное обещание. Мы просто так киваем гривой, типа да, 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 уходим, а обязательства мы с собой не забрали. И это большая проблема. Все, на самом деле, намного сложнее, потому что договоренности бывают разные по типу. Нужно понимать, что договориться о том, что входит в работу человека непосредственную, да, например, задокументировать код, если у кого-то это входит вдруг. И то, что не входит в его работу, это разные вещи, человек к нему относится по-разному, и с ним совершенно по-разному нужно работать. Договоренности бывают в рамках непосредственных обязанностей, в рамках действий, выходящих за основную работу, а бывают вообще договоренности про изменение поведения. Это вообще жесть. Ну вот примеры. А писать комментарии в коде. Это, как вы думаете, это в рамках работы, за рамками работы? В рамках. В рамках. Все считают, что в рамках? Блин, хорошо вам. У меня в команде не все так считают. Шучу. Вот, например. Ну, окей, это другое. Следить за актуальностью инфы в Вики – это уже история про действия за рамками непосредственных обязанностей. Ну, во всяком случае, у нас. Вот у меня часто, как у руководителя, у меня есть необходимость организовать какие-то процессы, там, по документированию, по… Ну, разное. И для этого нужно, чтобы кто-то что-то делал. И делал вне служебных обязанностей, за рамками. То есть это не написание кода, это не тестирование. Сюда относятся все внутренние метапы, все технологические радары, подготовку сообщений к ним, да, вот все вот эти доклады внутренние. Это все про деятельность, которая выходит за рамки обязанностей. То же самое про честь книжку, развиться куда-то, сходить на курс. Это все важные вещи, которые, ну, на самом деле они в некотором смысле важнее, как мне кажется, чем текущий уровень кодирования у разработчика. Потому что это вещи, через которые он может трансформироваться, да. Если человек умеет учиться, ну, это совсем другое, чем если человек просто, ну, за десять лет научился быстро печатать и без ошибок. И, как вы понимаете, договориться с человеком, чтобы вот он прочел книжку и он ее прочел, бывает на самом деле намного сложнее, чем потребовать от него, ну, даже документирование кода. А бывает еще веселее. Вот у меня, когда я говорю про изменение поведения, у меня есть два, ну, своих таких штатных примера. Хотя я вот сегодня подумал, ну, не сегодня, в рамках подготовки доклада, я подумал, что может быть они уже слегка out of date. Давайте проверим. Я обычно про изменение поведения говорю на примерах учета времени в задачах, логирования времени и прихода на работу к определенному часу. Вот скажите мне, учет времени, он сейчас актуален у кого-то? Есть такая история? О, это хорошо. И как, справляетесь? Нормально все? Вот мы сейчас про это поговорим, кстати. Так, а со временем как? Сейчас где-нибудь еще есть важность в этом? Угу. Потому что вот у меня сейчас, я так похвастаюсь сразу. А? Приходите по-моему. Да, да, да. Вот. У меня, кстати, сейчас нет проблем с этим. Как-то я никого не заставляю и никто не опаздывает. Я не знаю, что там, но как-то так. Вот смотрите. Это два классических примера, а на самом деле это же про договоренность. Про договоренность об изменении поведения. То есть я раньше так не делал. Раньше вот мне было неважно приходить к десяти, к одиннадцати или к двенадцати. Ну, потому что, если что, я потом задержусь и там отработаю. Ну, в общем, у меня не было важности такой. А тут вы мне говорите, что, Станислав, будь любезен, позже одиннадцать не появляться, потому что у нас там процессы, там, туда-сюда. И если я говорю, да, хорошо, завтра приду в одиннадцать, это не изменение поведения, это подвиг. А если я понимаю, что мне нужно, ну, реально, может быть, жизнь перестроить, ложиться чуть раньше, там, не играть в Варкрафт, не знаю, там, что-то еще, то мне нужно изменить себя. Это прямо сложная штука, и главное, вы ее не проконтролируете, как, ну, какой-нибудь проект. Поэтому, на самом деле, мы сейчас поговорим об этом чуть ниже, очень важно понимать, о какой договоренности идет речь, какой тип договоренности мы сейчас пытаемся заключить. Потому что от этого зависит степень проработки. Теперь к срывам. Значит, я уж не стал сюда подписывать капитану очевидность, но это тоже понятно. Договоренности мало того, что срываются, они срываются неожиданно, хотя в предсказуемой точке. Я всегда знаю, когда сорвется договоренность. В конце. Потому что так веселее. А мы понимаем, да, что мы же сейчас работаем в командах, у нас же все, век одиночек гаражных компьютеров, он ушел. У нас команда, у нас процессы, и, на самом деле, каждая договоренность, она, скорее всего, где-нибудь посередине цепочки. И если это рушится, ну, мы сейчас про работу, да, то там рушится все. А если человек просто не прочитал книжку, то, ну, не знаю, в принципе, у вас ничего не испортится, не сломается, но через год ваша команда вдруг не будет лучше, чем сейчас. А это, ну, по мне, так фейл куда больше, чем два часа отказа всех систем. Боже мой. Со срывами, на самом деле, все тоже интересно, потому что они бывают разные. Вот провал – это мой любимый, самый честный, самый безобидный вид срыва. Это когда человек пообещал, мы договорились, ну и не взошло. Ну, все. Ну, как бы, ну, бывает. Он простой, потому что с ним все понятно. Бывают вещи более неприятные. Например, бывает формальное выполнение, просписывание времени. Формальное выполнение – это когда в пятницу вечером под пивас для вдохновения я сижу и раскатываю по всем таскам, которые сделал за неделю, 40 часов рабочего времени. На самом деле, человек, который с вами заключил эту договоренность, который от вас ждет вот этого действия, он в этот момент не получает ничего. Если, допустим, логирование времени нужно не для того, чтобы всех прижать к ногтю просто, да, а для того, чтобы, ну, как-то статистически понять, на какие задачи по типам мы тратим сколько времени, какая у нас средняя ошибка там и так далее, да, то ваши действия, они в таком виде, вот, когда мы просто берем и 40 часов раскатываем, они, понятное дело, гробят всю инициативу. То есть никакой статистики там не будет, потому что данные вы ввели, так сказать, из головы. Ну, и из собственного понимания, что эта задача была чуть больше, чем эта. То есть на самом деле договоренность не выполнена, хотя вроде бы все хорошо. Вот с формальным выполнением и подменой есть проблема в том, что мы не всегда регистрируем это как сорванную договоренность. Особенно, если сами не очень заинтересованы. Вот если я темлит, а мне сверху директор сказал, чтобы вы там это, часы записывали, а то всех накажу. Я пришел к команде, ну и что я транслирую? Я транслирую, ребята, надо записывать часы, иначе всех накажут. Часы записаны как-то, я доволен. Мне есть, что показать директору, да? То есть на самом деле я сам участвую в этом саботаже, прямо скажем. И для меня важно формальное выполнение. Повторюсь, для поставщика задачи вполне возможно, что оно абсолютно, ну то есть невозможно, а оно неприемлемо. Срыв подмены, он чуть-чуть отличается от формального выполнения формой. Но, по сути, это та же попытка слиться с договоренности, просто через не вид того, что мы сделали, да? Ну все, хорошо. А через замену. Ну, на примере логирования времени это звучит примерно так. Слушай, ну вот я для того, чтобы логировать время в каждой задаче, я должен там еще по пять минут тратить. В сумме за неделю часа два. Ну на хрена, я вот тебе сделал задачу, которую не собирался за четыре часа. Радуйся, я же молодец, я сделал больше, чем обещал. Ну не залогировал время, ну и что? То есть попытка отдать вам что-то. Это такое, ну, нормальное такое отношение гаишника и водителя, да? То есть отдать вам что-то, чтобы вы отстали с этой проверкой. Но на самом деле это кидок. И проблема в том, что мы реально, ну, поскольку у нас, как правило, есть еще куча дел, и это вроде бы не самое страшное, что произошло, мы, ну, попустительствуем таким вещам. Повторюсь, договоренности не выполнены. Значит, вот то, что я рисовал до этого картинку, работа минус, результат минус. Что делать в такой ситуации? Что мы обычно делаем? Как мы выживаем в мире неисполняемых договоренностей? Как вы выживаете? Контроль! 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 Да! Да! За всеми контроль. Ну, на самом деле можно, можно сначала так это, мягонько. Можно просто напоминать. Типа, гей, ты помнишь, мы логируем часы? Ну, да, да, да. Нет, на самом деле, самые хитрые делают это, если речь идет об изменении поведения, то напоминание – это хорошая тема. Можно плакатики вешать, ну, прямо вот, поддерживающие какую-то модель поведения. Там, залогировал время, спас бобра, я не знаю, там, ну, все что угодно. Но по факту, да, мы просто напоминаем человеку, чтобы была договоренность. Мы не проверяем ее статус вообще в этот момент. Можно быть чуть более настойчивым и можно спрашивать. Слушай, ну как там, договоренность выполняется, ты что-нибудь уже сделал? В принципе, вот это отличается от напоминания тем, что человек вам вынужден ответить что-то членораздельное. Поэтому вы его ставите перед выбором, врать или не врать, который не для всех очевиден, кстати. Но в некотором смысле вы подталкиваете человека к плохому. Ну зачем вы заставляете его врать? Спрашивать – это такой латентный вид контроля. То есть вроде бы так раз, но не проверили. Он соврал, мы такие, ну ладно, на твоей совести. Можно проверять. Проверять можно по результату, по шагам, по динамике. По результату, это, так сказать, мы уже обсуждали, да, проверили. Результат недовлетворительный. Что дальше? Все, ничего. А по шагам, вот здесь-то как раз и проблема. Смотрите, по шагам можно проверить выполнение работы в работе. По шагам можно проверить выполнение работы вне работы. Ну то есть, если мы кого-то как-то развели на заполнение базы знаний, и дальше мы там накидались на планчик и идем по нему, это еще куда не шло. А вот что делать с изменением поведения? Там, как бы, вот человек либо лагирует, либо не лагирует. Либо приходит вовремя, либо не приходит вовремя. И отследить вот эту трансформацию по шагам, что, а, ну, сегодня опоздал на полчаса, завтра на двадцать пять минут, завтра на двадцать, и, так сказать, run rate у нас. Ну, это же тоже смешно. То есть, на самом деле, с проверкой есть большой, большая проблема в том, что это не всегда возможно. Ну и, на самом деле, учитывая, что договоренности у вас по-хорошему много заключено со всеми, это еще и дико трудозатратно. В принципе, модель менеджмента, в которой практически все время руководители уходят на контроль исполнения задач, она существует. Ну, во-первых, она, слава богу, хреново работает в IT. Во-вторых, ну, это вообще уже прошлый век, и я надеюсь, что такой подход к управлению однажды умрет, как последний динозавр. Давайте попытаемся сейчас прогнать историю, почему на самом деле происходит срыв. Почему человек, который дал нам обещание, его не выполнил. Наверное, это не полный список, но здесь самые яркие примеры. Во-первых, люди часто соглашаются, потому что отказывать неловко. Ну, либо вы его руководитель, либо вы там, не знаю, пусть и смежного подразделения, но уважаемый человек. Либо он прямо, он искренне хочет вам помочь, вы ему нравитесь. Или он просто не любит отказывать. В общем, он соглашается, и все. Он может на самом деле подумать, согласиться, но ошибиться в оценке. И тогда он придет и скажет, слушай, ну да, я обещал, но там так много, ты знаешь. Там в два раза больше было, чем я предполагал. Либо он придет и скажет, слушай, ну да, я почти закончил, но потом пришел Вася, и у него была проблема еще более важная. Поэтому, сорян. Или просто не хватило времени. Или упал рояль сверху на разработчика. Либо, так часто бывает, либо на самом деле за всеми этими оговорками скрывается король сорванных договоренностей саботаж. То есть, это когда мы не хотим делать и не хотим признаваться, что мы не хотим делать. Вот списывание сорока часов в неделю методом научного тыка – это саботаж. Прийти на работу в девять утра и на час уйти пить кофе – это саботаж. И на самом деле, ну а дальше там можно прикрываться, еще что-то делать. Но саботаж-то он из-за чего происходит? В основе саботажа лежит нежелание делать. Нежелание, которое не было явно высказано. Но на самом деле есть более системные причины срыва. То есть, вот то, что мы сейчас проговорили – это уже так, это сверху. А если копнуть вглубь, то я считаю, что их, на самом деле, ну три. Может быть, даже две, потому что первый и второй пункт могут слиться. На самом деле, когда мы заключаем договоренность, мы же не думаем про то, о чем мы договариваемся. Мы просто – эй, сделай вот так. Да-да, сделаем. Все, побежали дальше. Так можно сделать, когда мы говорим о работе в работе. Там можно сделать, когда мы говорим о написании модуля. Там быстро сделать задачку двадцать восемь. Но так нельзя говорить, когда мы… нельзя делать, когда мы говорим про… Подготовь, там, выступление к митапу, например. Ну, вы же так не всегда делаете, а иногда делаете. То есть, по-хорошему, подготовить выступление к митапу нужно сесть, разобраться, объяснить, как это будет важно, там, ну, и так далее. Но зачастую мы вот это все делаем в одном ритме. Сделай так. И побежали. Смотри, больше не опаздывай. Не опаздывай больше не надо. И побежали. Есть вариант, когда мы договариваемся, находясь с человеком в разном понимании о типе договоренности. Это вот, ну, классический пример про документирование кода. Опять же, я не знаю, может быть, там, за последние, там, пять-десять лет все изменилось, но вот, когда я с этим сталкивался, у нас постоянно были дебаты с коллегами на тему того, должен разработчик это делать или не должен. Я, как руководитель, считаю, что должен. Он, как разработчик, считает, что код работает, и слава Богу, учитывая, так сказать, ваши нагрузки и постоянно меняющиеся приоритеты. Но этот конфликт не всегда вылазит наружу. То есть мы часто о чем-то договариваемся. Мы считаем, что эту договоренность даже не надо, ну, никак разъяснять, подкреплять, потому что, ну, и так все понятно, просто возьми и сделай. Человек считает, что ему, на самом деле, от него хотят что-то сверху, того, что он делать не хочет. И вот тогда начинается саботаж. Ну и, опять же, классическая ситуация, как я уже говорил, самая популярная, это то, что дается обещание без обязательств. То есть, на самом деле, договоренность породила обещание, но не породила обязательства. Все. Она не будет выполнена. По тем или иным причинам. Упадет рояль, человек отвлечется, еще что-нибудь. Но она не случится. На самом деле, как вы понимаете, в условиях сложности систем, интенсивности изменений, того, что все мы бегаем, пишем код, быстро выкатываем, переделываем, там, в общем, в условиях вот этой вот энтропии вокруг нас, всегда что-то случится, что помешает выполнить человеку договоренность. И случится не один раз. Мы, конечно, можем контролировать каждый шаг, впрягаться в каждый кейс с каждым своим подчиненным, пытаться ему помочь, дальше протолкнуть вот эту вот договоренность, сделать. Но тогда, не знаю, у нас времени ни на что не хватит. Это же своими силами на себе тащить все, да? На самом деле, единственный, единственный шанс на то, что договоренность будет выполнена, это то, что человек захочет ее выполнить. Если у меня есть желание выполнить договоренность, я разберусь со всеми вылетающими проблемами. С падающими роялями, с тем, что я ошибся в оценке, там, и так далее. Ну, это похоже на идеологию, на самом деле, скрама. Точно так же. Мы не знаем до конца сложности задачи. Мы делаем некоторое предположение, делаем его, понятно, с погрешностью на предыдущий опыт, там, все это оцениваем, а дальше мы просто делаем все для того, чтобы закрыть спринт. Да? Ну, по-моему, и так работают. То есть, мы признаем, что да, будет сложно, да, мы могли где-то ошибиться в оценке, могли не доглядеть, система может нас удивить, но мы просто будем делать так, чтобы сделать. На самом деле, с договоренностью должно произойти то же самое. Вот человек, который взял на себя обязательство что-то сделать, он просто должен пойти и сделать все, что нужно для того, чтобы сделать. Все просто, да? Ну, то есть, смотрите, резюмируя. Обещание не является гарантией. Контролировать многие обещания крайне сложно. И облом случается по факту. Но, слава Богу, понятно, что нужно делать. Нужно просто создать прочные договоренности, которыми легко управлять. И поехать, наконец-таки, на Багамы. Если другими словами, я оставлю уже капитана в покое. Сейчас система выглядит так. У нас довольно хрупкие договоренности, которыми сложно управлять. А должно быть примерно вот так. Если мы о чем-то договорились, оно должно быть нерушимым. И это легко отслеживать, это легко управлять. В любой, как бы, извините, для стандартной ситуации для гэп-анализа, туби – это, конечно, цель, к которой мы стремимся. Но не факт, что дойдем. Но стремиться надо. И, собственно говоря, нам осталось разобраться, что такое прочная договоренность. И что с этим делать? Вот смотрите, прочная договоренность, на самом деле, это всего-навсего обязательство, настоящее обязательство, которое заключено с обязательным человеком. Вот это очень важно. Мы говорили сейчас про обязательство, про некоторый пакет, который надо передать. А теперь мы поговорим чуть-чуть про носителя. Договоренности, заключенные с необязательным человеком – это брак. Вот если представить, что ваша работа – это поток, так сказать, договоренностей, которые вы рассылаете в разные стороны, вот пакетами так, чук-чук-чук-чук, то, когда вы пытаетесь заключать договоренности с необязательным человеком, ну просто будьте готовы к тому, что 50 на 50, да или нет, вы теряете время. Поэтому первое, с чего надо начать – это повышать цену слова. О чем я? На самом деле каждый ваш коллега в идеале должен понимать, что его обязательство – обслуживание обязательств – это его основная работа. Вот это суть его работы. Написанный код, выкачанный релиз – это производные. Производные от выполненных обязательств. Поэтому я стараюсь с людьми разговаривать именно об обязательствах. И о том, что проблема не в том, что мы код не написали, проблема не в том, что мы результат не дали. Это следствие, это большая боль. Но, по сути, проблема в том, что мы, взяв на себя обязательства, не нашли способа, как его реализовать, как его выполнить. Я подозреваю, что если вы никогда об этом судьбе не говорили, то это, в общем и целом, не так очевидно. Я подозреваю, что для того, чтобы об этом поговорить, может быть, нужно сначала пробежать вот ту вот лесенку в начале доклада про результат работы действия, договоренность и обратно. Но людям нужно донести мысль про ядерность договоренности и обязательства. Про то, что договоренность – это обязательство, а обязательство, если оно взято на себя, оно практически нерушимо. Что самое смешное, после этого, если у вас получится, вам будут намного реже что-либо обещать. То есть, нормально, да, так старались, чтобы все работало, а в итоге вместо десяти обещаний у вас только три. Но, правда, хорошая новость – они практически нерушимые. То есть, повышая вероятность выполнения каждого обязательства, мы снижаем их количество. Это естественно, потому что люди же не справляются по объективным причинам, в том числе, потому что все сделать невозможно. Поэтому, да, это нормально, но зато обязательства будут реально крепкими. Осталось только разобраться, что вообще способно человека засунуть вот в такую кабалу обязательства, если его еще нарушать нельзя. На самом деле, есть несколько причин, настоящая одна. Ну, как бы трудовой договор. Типа, я обещал вам это делать, потому что вы мне за это платите деньги. Ну так, да. Возможность. Возможность – это как бы обязательное условие, но не гарантия. Если человек не может выполнить обязательства, его не будет. Ну, совершенно очевидно. Это критерии, за которым надо следить. И, конечно же, главное – это желание. То есть, на самом деле, я вам сейчас пудрил мозги 37 минут, просто для того, чтобы донести простую мысль, что человек сделает то, что хочет, а не будет делать то, что не хочет. И наша задача, если мы хотим по-настоящему создавать прочные договоренности, наша задача – вовлечь человека в выполнение каждой из них. Есть такое правило, мне очень нравится, это из книжки «Закон малинового варенья», автор Вайнберг. Уздечка для бизона. Она состоит из двух частей. По легенде он описывает, что у него там был друг, который разводил бизонов, а бизоны – они здоровые, слабоуправляемые, там даже, в общем, целом, оградой не сильно помогают, чтобы там куда-то их не пустить. И когда он спросил, как ты с ними справляешься, тот ответил, «Слушай, у меня есть уздечка». Она состоит из двух частей. Бизона можно отвезти куда угодно, в случае, если он хочет туда идти. И бизона можно куда угодно не пустить, если он туда идти не хочет. На самом деле, несмотря на то, что это практически цитата из Тони Робинсона, которую я уже поминал, кажется, в этом есть смысл. Вы не нянька, вы не человек, который идет за спиной своего подчиненного и контролирует каждый его шаг. По-хорошему, вы должны его отпустить и дождаться с результатом. Поэтому у вас нет пульта управления, не должно быть. То есть он, скорее всего, у вас есть в кармашке такой, на каждого подчиненного. Но так не должно быть. Он должен все сделать сам. А для этого он должен хотеть. Есть еще две вещи, которые важно к этому добавить. Договоренность должна быть формализована и содержание проработано. Формализация – это про то, как мы договариваемся. Это протокол. Нужно настроить один раз, убедиться, что работает, и просто проверять, что от него не отходит. Мы просто должны договориться, что никогда не меняется договоренность односторонне. То есть смена приоритета. Пришедший Вася, не Вася, Медведев, кто бы угодно не пришел, нельзя взять и изменить договоренность в одностороннем порядке. Но сообщить об этом нужно моментально, чтобы можно было пересмотреть. Вот этот вот тонкий момент про возможность пересмотра. Я считаю, что договоренности можно пересматривать. Хотя на самом деле это может показаться лазейкой. То есть человек взял обязательства, а потом так… Знаете, я пришел поговорить о них. Я не справляюсь, поэтому прошу перенести срок. И да, и нет. На самом деле человек вовлеченный не будет это использовать как лазейку. Но, с другой стороны, у него будет понимание, что он не загнан в угол. У него будет свобода действия. А ему нужна гибкость, потому что единственный шанс выполнить обязательства – это найти в момент, когда возникает какой-то факап, найти правильное решение. Исполнение обязательств в нестабильном мире – это всегда лавирование. Ну и понятно, что у обязательства должно быть содержание. Это что мы делаем. И должен быть срок выполнения. Содержание – это то, что мы ожидаем в результате. И, например, в случае изменения поведения – это проработанный процесс. То есть, опять же, договоренность заключается не на… По-хорошему, договоренность на изменение поведения должна заключаться не в изменении поведения, а на прохождение некоторого процесса его изменения. Например, вот так вот. То есть, давай ты будешь приходить вовремя. Давай. Давайте по-другому. Слушай, мне нужно, чтобы ты приходил вовремя. Давай вот на этой неделе прямо по часам я буду тебя ждать с чашкой капучино вкусного в 10.55 на рабочем месте. Капучино – это саботаж. Почему? Я буду ждать человека, который должен научиться не опаздывать с капучино на рабочем месте за 5 минут. Это не саботаж. Это взятка. Ну, это другое. Вот. И мы будем каждую неделю, давай мы будем подходить с тобой к доске и каждый день вот на этой неделе просто отмечать. Да, нет. Понедельник, вторник, 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 четверг, пятница. То есть, есть некоторый план действий, есть контроль, есть критерии оценки. И тогда обязательство, вот это важно, обязательство относится к прохождению по этому плану, а не к эфемерным изменениям поведения. Ну и самый важный момент – это вот все сейчас должно было упираться в вопрос, а как вовлекать людей? Вот, Михайский, ты тут гонишь 40 минут, а что делать-то с людьми? У меня есть четыре вопроса, по которым я строю свою речь, когда мне нужно о чем-то с человеком договориться, свое выступление. Делаю это, как правило, заранее. То есть, я по ним пробегаюсь, и они могут идти в разные последовательности, но главное, что я в рамках своего, так сказать, выступления перед человеком, я готов ответить на все четыре из них. Вот тут уже наверняка есть Александр Зиза в зале, который мне в последний момент, так сказать, подставил подножку и сказал, что, знаешь, Стас, по-хорошему это не ты должен людям отвечать на эти вопросы, а они должны сами себе на них ответить. Ты просто придумай, как это сделать. Эта тема следующего доклада через год я пока не придумал. Но поэтому, и на самом деле я не очень уверен, что это сработает для любого человека, любого уровня. Ну, это вот я сегодня спрошу обязательно. А пока что я пользуюсь этим следующим образом. Когда я прошу человека что-то сделать, я объясняю, зачем это мне, зачем это ему и что будет, если сделать или не сделать. Вот вопрос, зачем это мне, в моем понимании, он придает смысл всей договоренности. То есть, если я просто прошу от человека, я почти закончил, не засыпайте, если я просто прошу от человека логировать время, это одно. Если я объясняю, что я собираюсь на основе этого попытаться понять, какие задачи у нас вызывают наибольшую ошибку, какой тип задач дает наибольшую ошибку в оценке, это совершенно другое. А вопрос, зачем это тебе, он вообще иногда перестраивает всю договоренность, потому что, ну, это должно быть нужно зачем-то человеку. И если он не понимает, зачем это ему, то безон никуда не пойдет, уздечка не работает. И иногда мне прямо приходится переформулировать задачу, чтобы сделать так, чтобы она была человеку выгодна тоже. Это можно представить как манипуляцию или продажу, но на самом деле это просто повод задуматься о том, как сделать эту договоренность обоюдовыгодной, как сделать так, чтобы это был вин-вин. Собственно, подводя итог, что с этим делать, мы вовлекаем исполнителя, мы прорабатываем с ним содержание, мы на каждом углу, при каждой возможности доносим, что суть работы на самом деле относится к выполнению обязательств. И ядерное качество для сотрудника – это обязательность, умение обслуживать обязательства, извините. И, конечно же, культивировать цену слова тоже на всех углах. Пусть лучшие обязательства будут меньше, но они будут прочными. По-первых, можно составить реестр договоренностей, кто что, ну если вдруг вы будете забывать, но это необязательно. И последний, хотя у меня был такой фальник, как сельская табличка, какое-то время, сейчас не веду. И, конечно же, вопрос, который я на самом деле вынес, ну можно сказать, за рамки – это что делать с нарушителями? Как вы думаете, что? Стигать. Три попытки. Ну, три попытки хорошо, да, а на самом деле, ну по сути своей, стягать бессмысленно. Потому что мы говорим не о плохой работе, мы говорим о провальных обязательствах. И либо человек, так сказать, проявляет способность к обслуживанию обязательств, либо нет. А если нет, то это всегда, это бракованный кусок вашей системы. Поэтому, наверное, если речь идет про срыв обязательств, то, наверное, речь идет о замене человека для меня. Вот на этой радостной ноте я и заканчиваю это выступление. Спасибо вам. Я очень жду вопросов. Ну что, я тогда подключаюсь к этому моменту. Стас, мы прям в 45 минут уложились, а это было время… В 46. В 46, да, время и для вопросов, и для твоего доклада. Поэтому давайте сейчас пару вопросов. Вот 10 секунд на обдумывание самых вот прям топовых вопросов, и мы дадим пару вопросов вам задать. Вот, Стас, на кого укажешь, тот и задаст вопрос, чтобы не было это предвзято. Отлично. Стас, большое спасибо за доклад. Вот последняя ваша фраза. Фишка в том, что, допустим, такие крупные города, как Москва и Питер, не ограничены в ресурсах. Вы сказали, что если этот человек вам не подходит, его менять. Я, в принципе, с вами согласен по большому счету. Но что делать, когда разработка ведется в небольших провинциальных городах, и мы очень сильно стеснены в ресурсах? То есть заменить, ну, выгнать человека можно, но не факт, что его можно будет кем-то заменить. Тогда ничего. Ну, то есть это выбор, это выбор совершенно другого уровня. Вы либо, так сказать, меняете систему, либо признаете, что на данный момент это оптимальное, это все, что мы можем себе позволить. Но, ну, не знаю, в общем, это какое-то, это ядерное решение такое. Наверное, систему нужно постоянно улучшать. Да, возможно, нужно искать другие варианты людей в других городах, но, вот, в общем, да. Ну что, Стас, еще один вопрос. Куда? Куда? Вот туда. А туда куда? Хорошо, молодой человек. Слушайте, я сейчас выйду, вы меня ловите, я сразу... Стас, здравствуйте. Скажите, а сколько раз можно дать человеку облажаться перед тем, как его заменить на кого-то? Ну, по собственному опыту. Не, ну, вообще три раза. То есть, ну, три точки, такое классическое правило управления, три точки. Случайность, совпадение и закономерность. Только нужно понимать, облажаться в исполнении обязательства, а не в несделанной работе. Дополнение, я тогда уже наглею, беру на себя все право ответственности и всего, чего будет дальше. Смотрите, у нас следующий же план работы. 45 минут выступления, все вопросы, а дальше целый час спикер вместе с вами в дискуссионной зоне, отвечая на все ваши вопросы, работает. Поэтому Стаса даже ловить никуда не надо. Он выйдет из зала. Слева стоит большой пресс-вол, где написана дискуссионная зона номер два. И стоит флипчарт, на котором даже можно будет что-нибудь еще пописать и с вами будет общаться. Давайте поаплодируем. Мы дарим благодарность и большое спасибо Стасу Михайловскому. Это вам. Это вам однозначно. И подарочек вот такой вот для того, чтобы всегда все было вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...